Всем привет, это FreeStudio21.com. Перед нами юнит седьмой из Solutions Intermediate. И меня привлекло здесь в первую очередь то, что здесь есть phrasal verbs и есть также, ну, можно сказать, что идиомы. Ну, хотя идиомами это, наверное, слишком сильно будет их назвать. Как бы то ни было, здесь у нас выражение dating and relationships, значит, свидания и отношения между молодыми людьми. И дальше перечень каких-то фраз, а дальше у нас текст, куда эти фразы надо повставлять. И поэтому, наверное, надо сначала записать переводы фраз, а потом уже размышлять, куда мы их будем вставлять. Итак, начнем с первой фразы. Chate somebody up. Chate somebody up – это начать разговор с целью познакомиться. Вот так вот. Можно переводить как ухаживать за кем-то или, ну, если не очень, возможно, это немножко будет жаргонно, но закадрить кого-то. Иногда так это еще переводят. Ну, я так начну. Начать, начать разговор. Разговор, чтобы познакомиться. Длинно, но что делать, чтобы познакомиться. Можно сказать по-другому, заговорить с кем-то, заговорить с девушкой или с парнем, там, ну, что-то вот в этом роде. С целью дальнейших отношений. Не просто заговорить, а с целью дальнейших отношений. Едем дальше. Дальше у нас fall in love with somebody. И вот это суперинтересная штука. Fall in love with somebody – это влюбиться в кого-то. Так, мне совершенно негде писать. Я, наверное, перейду вот сюда. О, так лучше. Fall in love with somebody. Обязательно помните, что with должно стоять. Влюбиться. Влюбиться в кого-то. В кого-то. Следующее. Что у нас следующее? Дальше у нас get back together with somebody. Get back together – это снова сойтись после какой-то там ссоры или после чего-то. Что-то в этом роде. Get back together. Together with – опять with somebody. Сойтись. Сойтись опять. Потому что одно дело просто начать встречаться, и другое дело поссориться, перегрызться, а потом снова сойтись. Далее. Get engaged to somebody. Значит, get engaged – очень интересное выражение. Быть помолвленным. Быть помолвленным. Get engaged. Обратите внимание, что не with, а to – somebody. Быть помолвленным с кем-то. Помолвленным. Помолвленным. Помолвленным с кем-то. Значит, здесь есть один маленький нюанс. Что имеется в виду? Начать помолвку. Или даже не знаю, как лучше сказать. Я бы лучше сказала, наверное, устроить помолвку с кем-то. Ну, это тоже немного не звучит. Как бы то ни было, начать помолвку. Не знаю, правильно ли это будет звучать, но я просто не знаю ничего лучшего. Помолвку. Другой вопрос. Что у нас может быть еще выражение. Здесь его нет, но я его приведу, наверное, потому что это, в принципе, почти то же самое. Может быть такое. Я помолвлена с Питером. Вот так вот оно может выглядеть. То есть вместо get у нас может быть be. Не удивляйтесь, это нормально. Значит, я помолвлена с Питером. Едем дальше. Следующее. Поэтому get будет правильнее начать этот процесс помолвки. Вот когда он случился, вот после этого люди уже помолвлены. Далее. Далее get on well with somebody. Быть с кем-то в хороших отношениях. Дружить с кем-то. Вот так тоже можно это переводить. Я напишу здесь. Дружить с кем-то. Общаться. Быть в хороших отношениях. Далее make up. Make up – это помириться. Помириться после какой-то ссоры. Сначала поссорились, потом помирились. Далее. Ask somebody out. Пригласить кого-то на свидание. Так, запишем это здесь, потому что нет места. Ask somebody out. Приглашать на свидание. Пригласить на свидание. Следующее. Следующее. Сейчас поднимемся. Fancy somebody. Ну, fancy somebody – это... Даже не знаю, как лучше сказать. У нас так не принято говорить. Когда они говорят I fancy you, допустим, ты мне нравишься. Вот что имеется в виду. Люди обычно не говорят. Когда речь идет об отношениях, ну, таких личных все-таки, то, допустим, выражение I like you. I like you. Ты мне нравишься. Обычно такого не говорят. Ну, это немножечко не... Ну, это не оно. Это не в тему. Лучше I fancy you. Ты мне нравишься. Ты мне нравишься. Поэтому, когда вы видите выражение, значит, he, допустим, fancied, там, не знаю, Моника, то это будет ему понравилась Моника или Моника ему понравилась с первого взгляда. Моника ему понравилась. Вот такая картина. То есть, начинаем не с него, начинаем с Моники. Начинаем с дополнения, потому что иначе у нас ничего не получится. Не получится перевести красиво. Далее. Следующее. Так, что мы здесь еще имеем интересного? Fallout, wish somebody. Fallout – это поссориться с кем-то. Сейчас я подумаю, куда это записать. Я, наверное, здесь его запишу. Fallout, wish somebody. Поссориться. Поссориться с кем-то. То есть, распасться, если это словно, но здесь именно поссориться. Get divorced – развестись. Здесь речь идет о замужней паре. То есть, это уже была пара, муж и жена, но вот теперь разводятся. Значит, get divorced – разводиться. Разводиться. Далее. Get married to somebody. Кстати, обратите внимание на to. Обратите внимание, друзья мои, что get married – мы говорим «жениться на ком-то», а они говорят to, не он. Поэтому помните при переводе с русского. Не попадитесь на удочку. Get married to somebody – «жениться на ком-то». У них, кстати, нет разницы «жениться на ком-то». У них нет разницы «жениться» и «выйти замуж». Нет этих слов. У них get married в любом случае. То ли о женщине идет речь, то ли о мужчине идет речь. Без разницы. I get married to Peter. Я выхожу замуж за Пита, допустим. Или he is getting married to me. Значит, он женится на мне. То есть, слово одно и то же. Далее. Go out. Go out – это встречаться с кем-то. Гулять с кем-то, как у нас принято говорить. Они ходят вместе. Вот это оно. Go out with somebody – гулять с кем-то или встречаться. Встречаться будет лучше. Встречаться. Ходить на свидание с кем-то. Оно, кстати, перекликается. Вот с этим. Ask somebody out. Go out. Здесь приглашать кого-то на свидание. Здесь как бы ходить на свидание с кем-то. Далее. Split up with somebody. Так, у меня совершенно нет места. Я опять перейду вниз. Split up with somebody – это расстаться с кем-то. Речь идет о незамужней паре. То есть, там девушка и парень. Встречались, встречались. А потом им надоело, и они расстались. Разбежались, как у нас еще говорят. Split up. Split up. Так, сейчас, секундочку, я поднимусь. Так. Split up. Правильно написала. Все нормально. Split up with somebody. Обратите внимание на with. Расстаться. Расстаться с кем-то. То есть, они встречались. They split up. Они встречались и расстались с кем-то. У нас принято еще такое выражение «разбежались». Разбежались. Ну, это «разбежаться». Я возьму в кавычки, потому что это вообще-то разговорный вариант. Так. И вот это, по-моему, да. Это, слава богу, все. Теперь приступаем к упражнению. Посмотрим, что у нас здесь надо. А что здесь надо делать? Здесь надо поставить in, on, out, up, with. Или вообще ничего не поставить. Ага. Отлично. Итак. Зак и Лили встретились на вечеринке в 1994 году. Зак фанцид Лили the moment he saw her. Ага. Вот оно. Заку Лили понравилось сразу, как он ее увидел. И здесь надо посмотреть, что мы имеем. Fancy you. I fancy you. Предлога нет. Поэтому здесь ничего не будет ставиться. Где это выражение? Я его не вижу. Здесь. Я тут все уже обрисовала. Теперь уже ничего не видно. Ага. Вот оно. Fancy somebody. Вот без предлога. Красота. Там можно посмотреть, и все станет ясно. Итак. Зак фанцид Лили. Здесь ничего не надо ставить. He started to chatter up, and they got on really well. Значит, он заговорил с ней. Он начал с ней разговаривать, и они подружились. Значит, здесь у нас будет up. Не секрет. Я просто подсматриваю в таблицу выше. Здесь, в принципе, можно было бы сказать, допустим, у нас могла быть такая фраза. He started to chatter up, and he got on with her very well. Так могло бы быть, если бы он с ней подружился. Но здесь у нас стоит they, поэтому with вот это отпадает само собой. Далее. Значит, он с ними заговорил, и они, в общем, познакомились и подружились. Lily thought Zach was cute, but she was already going... Чего-то там, и, по-видимому, out with somebody. Лили считала, что Зак очень милый, но она уже с кем-то встречалась. Итак, здесь у нас будет going out with... Я смело его сюда ставлю. Встречалась с кем-то with. Далее. Зак и Лили не виделись несколько месяцев. Так, сейчас я опущу чуть ниже. Так, then Zach heard from a friend that Lily had split up with her boyfriend. Итак, затем Зак услыхал от одного из друзей, что Лили и ее boyfriend расстались. Ага, здесь у нас будет стоять with, потому что split up with довольно все просто и легко. Я думала, будет сложнее упражнение. Зак позвонил Лили в тот же день. Он не хотел давать ей времени, чтобы помириться или сойтись назад со своим бойфрендом. Хм, надо же. И здесь мы тоже ставим with. Get together with. То есть сойтись назад, помириться и продолжить встречаться. Вот оно. Get back together with somebody. Далее. He asked her... Так, he asked her... Ага, точка. Ага, это out. Это out, 100%. Это out. Так, каким же цветом мне его написать? Это out. Ну, пусть он будет вот такой. He asked her out. Он пригласил ее на свидание. She said, yes, and Zach and Lily went out for three months. И она сказала, да, и Зак и Лили встречались три месяца. То есть ходили на свидание три месяца. Went out. Далее. They fell in love. Они полюбили друг друга. Или влюбились друг в друга. Как хотите, так и говорите. Это уже не суть важно. Смысл не меняется. Далее. It wasn't an easy relationship. It wasn't an easy relationship. They were always falling. Так. Falling чего-то. And then making up. И все такое. Так, здесь мы остановимся, потому что слишком много предлогов. Итак. Это не были легкие взаимоотношения... Простые взаимоотношения. Обратите внимание, что easy relationship. Здесь, если дословно, легкие взаимоотношения. Но мы так не говорим. Мы говорим простые взаимоотношения. Поэтому easy можно переводить и простой, и легкий. Здесь лучше простой. Итак. Это не были простые взаимоотношения. Кстати, множественное число. У них единственное. They were always falling out. По всей видимости. Они ссорились. Так. Где-то у нас... Ага. Вот оно. Fall out у нас было. Поэтому мы его здесь смело ставим. Falling out. And they making up again. Они ссорились и снова мирились. Далее. But they stayed together. Но они оставались вместе. Кстати, stay together нигде не было. Выписано. И почему-то... Не понимаю, почему не выписано нигде. Stay. Stay together. Выпишем. Оно стоит того. Оставаться вместе. Его, в принципе, дословно можно понять. Но, тем не менее. Оставаться вместе. Продолжать встречаться. И так далее. И так далее. Далее. After about six months, they got engaged. And... Так. Ага. Тут запятая. И дальше, по идее, что-то должно стоять. Got engaged. Здесь ничего не будет стоять. Потому что нет смысла. Значит, почему нет смысла? Сейчас я посмотрю. Так. Здесь пробел. Значит, если у меня engage с кем-то, быть помолвленным с кем-то... Сейчас я найду это выражение. Боже мой, где же оно? А, вот оно. Вот оно. Значит, если я помолвлена с кем-то, то тогда я ставлю to. Но если мы помолвлены... Мы get engaged или we are engaged, то тогда смысл в to и somebody отпадает, само собой. Поэтому здесь просто ничего не будет стоять. And a year later, after that, they got married. И здесь тоже ничего не будет. Аналогичная ситуация с engaged. More than ten years later, many of their friends have got divorced, but Zach and Lily are still together. А более чем 10 лет спустя, многие из их друзей поразводились, будучи женатыми, поразводились. Но Зак и Lily по-прежнему вместе. И здесь опять ничего не надо ставить. Я так полагаю, что ничего не надо ставить, нет смысла. Из этого мораль. Возможно, это не лежит так на поверхности, но очень интересные выражения там, где, скажем так, задействованы два человека. Значит, о чем я... что я имею в виду? Get engaged to somebody. Далее. Get on well with somebody. Далее. Что у нас еще интересного было? Ну, get divorced. Оно, в принципе, не требует никакого предлога. Get married. Далее go out. И, пожалуй, split up, наверное, сюда можно отнести. Как бы то ни было, что имеется в виду? Пока у нас есть один партнер, потом у нас вот это вот действие какое-то, а потом у нас там еще один партнер упоминается, то мы ставим вот эти предлоги, которые стоят в скобках. Но когда у нас подлежащим являются оба партнера одновременно, их тут два, здесь один, здесь один, а тут их два, и дальше у нас действие, то дальше у нас можно смело ставить жирную точку. Ничего больше не будет. Не надо ставить ту, не надо ставить выезд, не надо ставить ничего такого. Поэтому смотрите внимательно, какое у вас подлежащее, сколько народу у вас делает это действие. Если они, то тогда, скорее всего, у вас не будет никаких предлогов дальше. Вот такое интересное упражнение. Я не понимаю, зачем я эту картинку вырезала, вставила сюда, но как бы то ни было, мой вам совет, запишите это себе куда-то, потому что это очень ходовые выражения, очень нужные и очень часто встречаются. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на мой канал.